приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги кофе с заводчиком корги вот сегодня вот такой кролик кролик такой как напоминание о скорых праздниках пасхальных красивая чашка надеюсь она поднимет вам настроение мои хорошие приехали мы с анютой шопинга выезжали сегодня по делам и заехали как раз в город ваттб так интересно это вот слава меня догнала ирю аня мне нельзя жить в городе потому что задергали бы на улице вот и бы меня сегодня женщина узнал я сразу не подел останавливает наташа смотрю на нее а ведь я же всегда когда меня кто-то останавливает у меня первая мысль про щенков может быть это хозяин кого-то из щенков у меня-то в лицо знают а я не помню людей в лицо я не могу всех запоминать да я смотрю она горит я подписчица а понят понят ну в общем да ну автографы не попросили не попросили вот и ну да какие новости мои хорошие какие новости новости интересные новости интересные вы пишите мне вопросы и спасибо именно из ваших вопросов зачастую я узнаю новости так например новости я узнала что из благодаря вашим комментариям что у нас у митрополита павла возникли проблемы вот мне пишут что оказывается у него со здоровьем проблемы случились в зале суда мои хорошие да смотрите как странно да вот недавно говорил что у него и здоровье сил хватит еще всех нас отпеть а тут видите только попал зал суда и сразу сахар подскочил а что ж такое так это еще ничего так это мы еще не начинали кстати я так проскочил глазами просмотрела по интернету обыски же у павла в доме в особняке так понаходили там все в золоте ой прям в храм слушайте зачем ему лавра он может прямо себя в доме проводить службы вот эту рыбку золотую переправит переплавит сделает иконы позолотит их понимаете там двор позволяет туда сколько надо и 200 300 человек поместятся понимаете он у себя в особняке может службы проводить только так за здорово живешь что он так нервничать там и стены золотые и рыбки золотые и в портреты и чё-то чуть и тачи натуральный храм ну я понимаю что бизнес терять жалко конечно жалко да жалко но ведь и здоровье уже не то как оказалось как оказалось и болеет болеет да не павел а что ж он так переживает тогда надо чаще больше отдыхать до отдыхать больше надо они за государственное это имущество войны устраивать вот так сахар у него поднялся видели что у него там разбилась перед этим перед его мерседесом или вино или варенье дать что-то там а может кровь каких-нибудь монахинь ну в общем так для обряда например путинского муж это было до кровь девственницы для путинского обряда собирал украинских девственниц монашек ну не знаю мои хорошие ну что-то там у него перед мерседесом разбилась видите ему сразу и поплохело сразу же только разбилась тут же поплохело суде в чем дело вообще пахнет я вам хочу сказать керосином да но спасибо что вы мне пишите вот вот как наталья горбунова пишет натали спасибо вам мало того ему вдруг стало плохо взяли сюда а такой бодренький был в лавре вот что суд животворящий делает аминь натали аминь да так и еще у нас новости напряженные новости у нас из казахстана что-то я поняла там какие-то сепаратисты до обнаружены какие-то группы сепаратистов разговаривают про отделение петропавловска да или что там такое я не очень тоже так полглазика глянула ну казахстан мне не хочется говорить до таких банальных фраз а я же вас предупреждала вот не хочется это как-то не очень красиво наверное да тыкать но вы знаете я в этом своем видео где писала о том что казахстану грозит опасность со стороны россии опасность провокаций и военных провокаций стычек мечевые карты идут от россии и рядом такого она слушалась начиталась но благо естественно я все блокирую сразу я не оставляю вот это все вот это вот на канале мне не нужна эта энергетика это все заблокировано но писали довольно много очень много было утверждений таких что россия не посмеет сделать никаких гадостей потому что китай нам поможет но мои хорошие сильно вам сейчас китай помогает пока тот китай прочухается понимаете путин уже вам так нагадит что мало не покажется и поверьте чем более вы будете лояльны к россии тем больше вы наживете себе неприятность ну дело конечно хозяйская что потом никто не говорил что что-то там я разжигаю да не дай бог что-то разжигать нам свое хоть бы потушить но мое дело как торолога вас предупредить что россии ждут мечевые казахстан ждут мечевые карты со стороны россии проблемы война не война но это проблемы понимаете это мечевые это проблемы это провокации это какие-то очаги конфликтные это неспокойная жизнь особенно какие-то приграничные районы это что вы хотите неудивительно неудивительно я думала больше времени понадобится я думала уже знаете в украине закончится в казахстане начнется видите они даже не ждут когда закончится в украине они уже там начинают это начало казахстан это начало если жестко казахстан не поставит рамки границы с россией жестко то будет беда будет беда вот эта лояльность приводит к плохому с такими людьми как россия нельзя быть лояльными мы с этой лояльностью поплатились имеем проблему только категорично жестко и официально все в какие союзы о чем вы говорите не 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 россия это знаете такая страна дайте дайте водички попить будто кушать хочется шаш переночевать негде ты их пустишь на пол ботинка так они залезут прямо с сапогами к тебе на диван а потом еще будут говорить что их угнетают на этом диване на твоем диване их угнетают да вы шо ну еще казахстан сил вам мудрости и в общем то ну что я могу сказать мира мира казахстан на вашей земле но я таки скажу а я же предупреждах но хотя душу поговорить поговорили ну так ну вот уже пишут что выложили в сеть записи его телефонных разговоров это про павла митрополита да я видела я видела ну это еще я думаю это еще цветочки поверьте самые-самые разговоры вряд ли кто-то записал я думаю самые разговоры были сказаны просто он не считал что это что-то такое опасное потому и высказывался так это для него норма я думаю опасные разговоры проводились так где записать из был было практически невозможно ничего она сейчас будет она сейчас полезет новые факты сведения найти тут же главное за ниточку потянуть ну вот видите или на по мельникова пишет мне в ответ на видео путин все таро расклад на его последний апрель она пишет или на разводить собак у тебя лучше получается чем анализировать таро или на знаете спешу вас огорчить у меня не только собак хорошо получается разводить я еще и понос хорошо насылаю на 40 дней собственно говоря и понос вам на 40 дней вот и потери потери аминь лови поймала уши не обляпать или на так или нам блокируем хорошо так не на андреева витая у вас ниночка витая на канале не на просит сделать расклад на ануфрия ой мои хорошие слушайте они меня уже эти священники уже под достали честное слово давайте не сейчас до посмотрим мне с этим мерседесом хватает пускай уже одного и час лавру освободим разберемся с этим мерседесом потом будем с остальными да по очереди как это в очередь сукины дети в очередь так виктория жук спасибо большое ой в мои хорошие вот такие комментарии прямо спасибо огромное мне даже как-то неловко от ваших племен спасибо спасибо я очень тронута так елена осень еленочка приветствую вас или напишет наташенька вы молодец я с вами с января 2022 года елена рада видеть вас на канале ну по поводу елена так не скромно конечно пишет вы лучше всех экстрасенсов и тарологов мои хорошие я вообще не я не экстрасен я не могу сказать ну что значит экстрасен я не экстрасенс за такие вот вот это вот туда куда не надо не думаю что вообще сложно сказать что такое экстрасенс усиленная сенсорика чувствительность если усиленная чувствительность да наверное но я не могу там руками лечить да или видеть рентгеном то есть нет я таким чем не обладаю сны да я вижу сны постоянно каждую ночь иногда это вещи сны через карты как бы можно сказать судя по событиям действительно неплохо открывается будущие события да это но это факт вот это уже факт уже как бы год это показал но насчет экстрасенса вот тут я не могу не могу сказать я вообще очень осторожно отношусь к этим всем званием экстрасенсы регрессологи это все очень найти так скептическим потому что вот если я ландшафтный дизайнер так это факт да если я кинолог заводчик так я в это факт с дипломом между прочим да а вот насчет всего остального ну таролог да но тоже понимаете вот таролог как вам сказать я тоже я смотрю я работаю с ограниченным количеством карт да то есть у меня нет там эти 200 колод совершенно разные там какие-то там оракулы переоракулы ну в общем не знаю спасибо вам конечно за доверие вот да ну вот я что могу то могу то есть да ну как-то громко себя там экстрасенсами называть тарологами прочим прочим и не ну не знаю вот что могу то делаю вот так так лариса химченко тоже пишет все сбываются вы просто молодчинка дякую дякую ларис вы знаете иногда действительно не просто все сбывается я настолько вижу вот настолько давайте вот четко как через стекло настолько вот знаете люди и события как море а море бывает разное вот мы когда попали на ливийское море там вода настолько но стекло спирт как спирт на любой глубине ты видишь каждый малюсенький камешек ну вот так вот и и бывает вот так и человек такой события такие настолько ясные а бывают море ну вот как как наше черное например а наше черное море особенно там где песочек она мутненькая а ну вот и понимаешь что ты так можешь просмотреть ну какие-то рыбки мелькают но плохо видно понимаете вот и события люди тоже есть лучше их видно а бывают как-то так знаете нужно ближе ближе к одну чтобы увидеть события да потому что вот этот вода не такая прозрачная вот так или у людей тоже кто-то читается четко кто-то сложнее а кто-то вижу как-то так как-то так неопределенные это событие либо действительно человек такой либо его энергетика такая вот тут пойти тут нужно разбираться это я вам хочу сказать вот это вот ясновидение ясновидение мы не берем тарал ту же таралоги нет такой науки таралогия вообще ну нет это что-то придуманное ясновидение через карты вот тогда да это очень интересно это целая наука это тут найти тут жизни мало будет чтобы постигнуть и разобраться да ну как бы прикоснуться это уже до прикоснуться и видеть это уже это уже чудо вот и мне кажется что вот с этим чудом я сталкиваюсь это удивительно это удивительно это поразительные вещи у меня сегодня спрашивали мне в фейсбук написали в личку наташа а сбывается ли сто процентов вы знаете я думала об этом но не может сбываться на сто процентов потому что не бывает стопроцентного одного варианта будущего сто процентов не может сбываться я вот уверена но вот по факту от статистику мои хорошие вот вы видите статистику прогноза ну вот вы уже многие наблюдают да ну вот сколько процент ну реально очень большой процент да по событиям но действительно большой есть вещи которые просто время не пришло тоже нужно понимать да но вообще тенденция конечно такая то есть это не 50 на 50 угадал не угадал тут абсолютно какие-то вещи которые очень сложно предугадать действительно вот насколько я не берусь утверждать ну кто это считает кто это считает я не знаю но вообще-то конечно большой процент процент достаточно большой полностью нет не может бывать не может еще знаете какой нюанс есть если человек предупрежден он может поменять или оттянуть или как-то и подправить подкорректировать свое будущее может во первых наши мысли материальны ты начинаешь думать другую сторону вопрос тоже как-то начинает корректироваться то есть это такая значит татарология это не наука в принципе да ну и если это даже какой-то вот бит деятельности то это все весьма образно это не точная наука понимаете так не математика ну не физика это такое что-то очень интересное мне кажется постигнуть постигнуть вот за жизнь даже невозможно за целую жизнь человека невозможно постигнуть вот эти вот материи прикоснуться только прикоснуться в разной степени к этому чуду да как это все происходит как ты можешь считывать информацию прикоснуться можно а вот постигнуть мне кажется невозможно но это интересно это интересно так анна анна пишет здравствуйте наташа всегда с большим интересом смотрю ваше видео не помню смотрели ли вы что будет с нашими школами и университетами в общем с образованием ой анна надо что что смотреть вот смотрите это же индивидуально школами и университетами ну так работали будут работать но вы же понимаете они часто работают относительно вот но наша школа например собираются сентября открываться и работать как положено но это так сегодня собираются завтра какие-то могут быть обстоятельства и я подозреваю что откроются и будут работать но вы все равно помните тут у меня не учиться да вот она заканчивает 10 и еще один год остался потом уже как-то думать про учебу я тоже задумываюсь я тоже задумываюсь как поступать может быть пока все равно выполнять и после войны будет еще тот бардак сколько людей с оружием все равно пока это могут быть какие-то там ну люди травмированы психологические какие-то проблемы у людей какой-то ну это сну страшно знаете я честно я побаиваюсь я побаиваюсь у меня много опасений таких и я думаю может быть действительно вот сейчас на время учебы они может быть куда-то вниз на там почву чехию на учебу куда-то вуз и определить потому что эта проблема эта проблема вот так вот девочку отправить учиться вечером опять же ходить до и по центру города там и это все это все не просто это все непросто я как мать я переживаю я переживаю мать как женщина у меня меня это тоже очень сильно волнует и я понимаю что и выехала большое количество во первых профессоров преподавателей да есть проблема проблема наверняка есть с высшим образованием да и тут поймать они абы какой диплом не нужен же не абы какое бы считалось до чтобы это были знания тоже как в общем мои хорошие я точно так же как и вы переживаю по этому поводу и я понимаю что надо бы надо бы наверное вы раз такое время сейчас возможно и воспользоваться дать ребенку образование европейское а там уже потом понимаете для украины будут тоже очень важны и хорошие и нормальные правильные специалисты с европейским образованием а там будем смотреть но я не знаю я вот сейчас не уверена как поступить у нас есть год конечно думаю это сложно решиться сложно решиться на это и с одной стороны хочется другой колется и потом есть всегда надежда у меня всегда я очень я большой оптимист у меня есть надежда что все обязательно будет хорошо с украина я точно знаю все будет хорошо но понимаю что испытание для нас не закончится с концом войны не закончится любом случае 5-7 лет это достаточно будет тяжелый сложный период ну мы же реально должны смотреть на вещи вот а может и быстрее знаете как-то закрутиться я думаю украина будет настолько перспективно на развитие что конечно закрутиться все быстро быстро но и с другой стороны знаете полностью без опа удачи что важно для вот когда у тебя ребенок идет учиться безопасность это безопасность криминальная для меня вот очень важно как для мамы я понимаю вот я сегодня выехала в днепр я просто ехала на такси смотрела на город я смотрю на город и у меня нет ощущения что в этом городе криминально безопасно понимаете и я не знаю будет ли так через год у меня есть сомнение понимаете поэтому поэтому конечно я переживаю я не знаю что делать с этим не знаю смогут ли школы и вузы через осенью работать онлайн смогут ли работать школы и вузы реально будут ли дети молодежь посещать учебные заведения школы и вузы ну вот смотрите 9 жезлов император 10 мечей и 10 кубков ну получается что по хорошему то должно быть все страшное уже как бы позади разрулиться должно все самое страшное ну вы понимаете ну вот башня видите вот она башня перевернулась по идее должен то быть уже конец а у меня колода перевернутая что это она перевернутая должен то как раз быть конец уже к сентябрю всего этого такой активной фазы точно да но для меня например ведь не только понимать не только учебный процесс меня волнует меня волнуют и такие вещи как ездить на учебу и с учебы вечером например вот это меня волнует не менее тоже это в общем больная тема мои хорошие больная тема не сыпьте мне соль на раны я сама вот я не знаю я тревожусь я тревожусь по этому поводу не знаю собираюсь с силами финансово собираюсь потому что я понимаю что нужно дать образование я обязана дать ребенку образование а там уже она пожалуйста идет во взрослую жизнь да но старт как мать я должна дать дать шанс да а дальше уж сама больная тема мои хорошие не берусь я ничего утверждать ходить то конечно думаю что будут будут уже наверное ходить может где-то что-то какие-то можете будут проскакивать тревоги должны ходить уже ну только это же ничего не решает это же давайте не даже не в этом же тело ой на так татьяна зуберн забирная тань я не сильно вот давайте вот вы тут пишете про законы которые ущемляют военных висковых и боевых медики я дело в том что не в курсе конкретно законов и как если обсуждать закон то я предпочитаю сама лично почитать закон принят ли он или это только проект может там еще будут поправки или изменения а вот я реально принятый закон реально по тексту почитать нужно по факту разобраться да потом как бы комментировать я не могу то не комментировать пока я сама его не почитала я вот не думаю чтобы над нашими военными кто-то издевался по большому счету что не совсем это корректно вот у меня сосед воюет я знаю какая там реальная ситуация да там кто-то стал меньше получать но кто кто на передовой даже больше им зарплату даже повысили но это на передовой а в тылу части которые да по по регионам как по них как несут такую службу да ну это в тылу служба все равно там конечно может и и зарплата уменьшена конечно но тут она уже получается по справедливости не могут же бойцы на передовой получать и так же как человек который сидит в тылу при штабе там охраняет штаб ну мягко говоря то есть тут нужно поймать тоже разбираться тут нужно разбираться не так за реча вот все поэтому я все-таки за то чтобы понимать суть вопроса а потом уже комментировать будь ласка подъявите на викторию кухановску яка провокуя людей это та которая возле этого возле лавры там орет типа на юристом да какая-то она защищает mpc че как он там ну поняли упц мп до я видела ее такая все тла и курточки там кричит возле лавры видя горла стена знаете кого она мне напомнила эту которая в днр и вот тоже там возмущалась юрист она кстати квалифицированный юрист вела и политические дела такие серьезные не поняли да это слушайте как их фамилия ой хорошо что я их не помню правда зачем она мне надо но вы поняли такая неприятная особо украинка украинка которая вот позорит вообще украину и там за днр она сейчас россию переехала но вы поняли да за кого так он да да ралось что собственные дети от нее отвернулись дети на дроны собирают в украине сыновья а она там начать россии глотку продолжает драть и украину всячески там понимаете компрометировать ну и что останется без собственных сыновей понимаете мало того что без родины сыновья отвернулись да да пиздилась называется понимаете но так это же это знаете это нож настигает это же карма придет так она еще на собственных сыновей говорит что типа они поплатятся за свои преступления это она на сыновей потому что сыновья собирают деньги на дроны для в с и у это не поплатят то есть она понимать она их задушить еще готова собственными руками как они могут собирать на в с и у ну вот это вообще это вот такая же такая же из той же братья ничего пусть поговорит договориться так мои хорошие ой сколько тут комментариев ваши анатолий палищук пишет а где тот шаман который изгонял путина так и в психушке он анатолий психушки засадили его ирина диденко приветствую и ручка алена чумак аленочка приветствую алена пишет наташа я с вами с самого начала этого ужаса вы вселили в меня самоуверенность силу духа очень помогли мне онлайн звонки спасибо вам все точно приветствую аленочка добро пожаловать на канал переживем мои хорошие переживем все вместе переживем мы эту навалу и победим и уже победили но победим окончательно обязательно нас это русня будет страшном сне вспоминать они будут побиться головой в стенку вспоминает тот день когда переступили границу украины это только начало да ничего не поняли это они еще всего не поняли и небо в клеточку ждет понимаете и вот там вот бесконечная в небе и тревоги когда в первые дни войны когда я больше всего хотела чтобы они слышали эти тревоги чтобы у них сутками эта тревога бесконечно орала эта сирена орала в голове чтобы до них дошло может быть вот теперь начинается вот она начинается подождите подождите все будет это только начало этим год понадобился год но мои хорошие бывает и знаете и 5 и 10 лет нужно тут еще не это тут еще быстро вот она быстро прикатиться вот лариса письменная очень права конечно не хотят лавру покидать такой жирный кусок оставить несомненно такие там деньги зарабатывались освященники уже забыли кому они служат какое у них предназначение абсолютно точно это просто лакомый кусок лакомых прибыльное место доходно все . и не надо тут ничего не про церковь ним проверу ничего это просто лакомый кусок наталочка вот новость румынии задержали фуру рошен с контрабандой сигарет все документы оформлены в киеве на фабрике рошен я так понимаю вы имеете ввиду что мог быть порошенко как-то к этому причастен ну я не уверена если честно в том чтобы был именно порошенко причастен у меня есть сомнения поскольку понимаете он и так понимает что его дела понимаете тут скорее всего это какие-то фабричные понимает там и начальство начальство какое-то фабричное с какими-то бандитами вот в какой-то связке я не думаю я не думаю но есть какое но есть большое но да но поставлены то они кем если это руководство киевской фабрики рошен то естественно естественно это люди из одной компании и естественно это доверенное лицо как бы там не было да и тут вот такое да они конечно могут таким вот своей деятельностью подставлять и самого этого порошенко на 1 на 1 ну может ли он сейчас сам так подставится ну тут конечно разбираться нужно ну хотите вот посмотрим вот так просто картами я не думаю что он в такое время готов так по глупому подставляться понимаете то есть его же объем его доходов как-то ну никак не приравнивается к вот этой контрабанде сколько там он бы заработал на этом у меня сомнение на то что он конечно его подставляют просто конкретно причем его же люди ему же люди ночью у них же нет столько как у него денег им надо еще заработать понятно ну а то что братья это одного понимаете одного рода они все одно шайка лейка это факт конечно но вообще давайте с порошенко порошенко был ли порошенко причастен контрабанде сигарет порошенко был ли ты каким-либо боком причастен контрабанде сигарет контрабанда сигарет контрабанда сигарет причастен ли порошенко причастен ли порошенко вижу его причастен ли ты контрабанде 7 жезлов луна вот видите дело ясное что дело темное ну смотрите какая штука мои хорошие то что он оттуда что-то получает несомненно смотрите то что он от тех людей которые это делают он может быть непричастным непосредственно к преступлению он его не организовывал не договаривался у него есть свои дела это несомненно потому что смотрите вот у нас у него свои проблемы у него свои свои дела да и он это знать как он я этого знать не хочу знать не хочу что у вас там происходит но то что каким-то образом что-то он от этого получает может быть получает за то что закрывает глаза например уменьшает контроль потому что найти наводит ночь и делает вид что не видит чего-то а за это поверьте он получает является ли это виной ну вам судить мои хорошие вообще-то да конечно является является ли это уголовно наказуемым ну мне тут сложно сказать пусть юристы разбираются но то что тенденция такая вы там делаете что хотите да но меня не подставляете и что-то вы должны мне заносить вот и все то что они заносят ему это факт знал ли он непосредственно какая машина куда едет тут эти все дела я думаю нет это не его это не его уровень ему это не интересно но то что он как бы именем своим прикрывает да и все прочее понимаете меня то есть вот такой уровень то есть конечно я бы сказала причастен хотя бы тем что с этих денег он непосредственно тоже что-то каким-то боком имеет вот это точно что-то имеет держится за свое а причастен ли он непосредственно к организации вот я думаю что нет я думаю что нет там это другие люди делают но все таки прикрываются они его именем и все это под его предприятием и он как главный да какой-нибудь слесарь накосячил кто главный инженер виноват да вот так и здесь накосячили какие-то руководство какое-то руководство фабрики кто они там не знаю может это там какой-то службе может быть не факт даже что директор самой фабрики в курсе но тем не менее да но так или иначе прикрываются твоим именем ты с этого все равно таким или друг а так или иначе что-то он с этого имеет понимаете пусть разбираются специальные службы мои хорошие пусть разбираются те кому положено вот ну а понимаете ну сам Порошенко вряд ли бы он не такой дурак дело к выборам и так тупо подставляться не думаю ему нужно ну теряю теряются это для него конечно все для него это все в потере нужно коллектив коллектив нужно фильтровать как-то понимать потому что подобное тянется к подобному вот и все какие у вас красивые фиалковые глаза мои хорошие они у меня не фиалковые у меня не зеленые это наверное знаете разная одежда дает разный оттенок плюс свет от этого от монитора искажает вот вы вы все видите искаженно вы видите искаженный и мой маникюр маникюр спатье макияж цвет глаз его волос все искажается при дневном свете это нет такой цвет не меняется все меняется все зависит от того какое освещение освещение вообще делает чудеса она может как изуродовать так и сделать просто красоту никаких фотошопов не нужно просто правильный свет это удивительно но это вот мои открытия а вот пока я занимаюсь каналом я для себя делаю удивительное открытие посмотрите пожалуйста восстановится ли полноводность днепра ну такой вопрос мне кажется восстановится у меня есть ощущение что его искусственно занижена эта полноводность сейчас проблема с этим она занижена искусственно и естественно когда устраняться все препятствия да и риски опять же связаны с полноводностью они есть на сегодня эта ситуация я думаю что исправится я думаю что насколько можно хотя бы ну насколько это возможно то есть я не думаю что здесь природные факторы вот там где это искусственно сделано там исправится где природно днепр мельчает там где нужно чистить берега да или еще что-то такое там наверное вряд ли кто-то будет этим заниматься в ближайшее время ну а искусственные факторы когда они уберутся то конечно восстановится до определенного уровня скорее всего так ну вот мир видите вот все должно вернуться на круги своя да вот так скажем ой ой белая плазма пишет очень нравится как Наталья закрывает глаза и медитирует немножко на вопросы да белая плазма но я пытаюсь представить предмет вопроса мне нужно видеть если я не могу вот так по фото или на человека посмотреть то я его хотя бы себе пытаюсь визуализировать представить да или предмет вопроса как будто бы образ нарисовать поэтому были наоборот люди которые писали что там чуть ли я не кривляюсь ну вы можете воспринимать как хотите но мне нужен какой-то образ ну то есть не просто слова и все образ какой-то картинку какая-то картинка ситуации тогда и прогноз какой-то он прям вот вот как это море которое чистое как слеза понимаете когда нет никакого образа тогда она какая-то абстрактно к чему ну как бы не за что даже ухватиться поэтому да такая какая-то легкая форма медитации да у меня присутствует мне это помогает раиса бахтина это ну новая зачистка так можно я канала просто та самая зачистка просто обновлен а наталья посмотрите пожалуйста у трампа четвертого числа суд что его ждет спасибо за энергии так а что ждет что ждет трампа неприятности ему ждут я кстати сегодня раскладывала на него для себя чтобы вам много вопросов вот по трампу много вопросов поступает я вам уже в комментариях кому-то писала неоднократно успокойтесь мой хороший трамп не будет президентом нет у него начинается время потери разочарования да у него большие возможности до сих пор большие возможности но это не его время вот ну черная полоса вот что его ждет ждет его королева мечей страшный суд вот что его ждет что у него тройка у него была тройка мечей разочарования ну в общем ничего хорошего ничего хорошего не будет он президентом успокойтесь будут более молодые игроки я смотрела мужчина там какой-то новый у них какой-то кандидат темненький такой так вот на нем был король мечей я думаю это будет боец один из явных такие начат лидеров давайте подождем когда уже четко будут какие-то кандидаты потому что их там сейчас десяток или больше когда будет четко там два три кандидата конкретных от партии да там два вот тогда будем смотреть расклад потому что сейчас очень много энергии и рассеивается пока рано но трамп нет нет трамп уже все его карта бита по крайней мере на вот ну а когда если не сейчас то когда он тоже же возрастной но байден тоже вам скажу слушайте вообще людям понимаете уже там под 80 они все влезут президенты господи да отдыхайте вы наслаждайтесь пенсии что вы хотите ничего вот я не понимаю этого но не понимаю неужели вот зачем вам это такая ответственность это такая нагрузка для здоровья либо человек действительно хочет след какой-то оставить до в истории страны и так переживает что без него тут все пропало все пропало да вот это вот я не знаю ну если бы я могла принимать законы я бы ограничивала возраст президентства депутатства я бы ограничивал вот есть же пенсионный возраст как в других профессиях есть ну вот там хорошо 65 для мужчин да окей значит 65 для мужчин должен быть какой-то возраст который ограничивает и президентство да и депутатство и все остальное то есть получается что идти значит работать на заводе чек не может потому что ему 65 попробуй на работу устройся в 65 а конечно ну куда ну может только сторожем школу где-нибудь да или там где-то не знаю такое такое а президентом можно значит то есть там что меньше ответственности или нагрузка меньше я вот я немножко конечно не понимаю эту систему мне кажется человеку ну потому мужчин за 65 женщины за 60 должны отдыхать отдыхать незаслуженной пенсии другой вопрос что пенсия должна быть ну адекватно это понятно ну я же думаю понимаете не трамп не байден не мучаются понимаете от маленькой пенсии это ж не про них ну трамп нет трамп не будет его если я несколько раз его пересматривала не 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 он все пустое пустое оля ольга большого пишет привет наталья я уже больше четырех роков не ходжу церковь церковь бога там не мая бог с нами в наших сердцях вот по этому поводу мои хорошие знаете как получилось смотрите вот была она у нас церковь да православная все так все так но дело в том что советский союз сталин начиная с ленина да ну по сути сталин уничтожил пасу по большому счету церковь и и просто стерли стерли уничтожили но потом подумав да и столкнувшись и вторая мировая война началась да и когда столкнулись с тем что людям нужно во что-то верить людям нужен какой-то сильный источник веры читали все таки позволил до восстановил реальность эту церковь вернул но под жесткий контроль государства естественно в церкви ни один священник не мог продвинуться дальше какого-нибудь деревенского там понимаете такого очень очень низкого уровня там дико какого-нибудь без сотрудничества с кгб естественно они же были первыми же понимаете этими доносчиками они же все знают каждый в своем регионе селе городочки кто чем дышит там кто чего там на исповеди рассказывать понимаете естественно они же первые агенты кгб и так было всегда и к сожалению сейчас это все также и в украину перешло с московским этим патриархатом также она перешла в украину и так продолжается до сих пор вот вы посмотрите на рассуждение тоже явно рассуждение ватника вот этого мерседеса вы слышали да и в записи как он рассуждает это же сепаратист чистой воды да и херсон слава богу люди довольны люди довольны люди довольны вы понимаете то есть этот от чистый сепаратист вот просто сепаратист в рясе чистой воды и вот они такие в большинстве своем просто кто-то это говорит выражает кто-то помалкивает кто-то да по-разному но все равно люди проходят через эту машину кгб все священники так или иначе да и здесь нужно тоже чистка рядов тоже здесь нужно чистка нужно быть монахи это монахи а священники которые приходят папами под после семинария это другое вот и мы говорим да если там бог в этой церкви церкви есть кгб фсб что угодно но но не бог вот это факт и это это же и то есть это правда понимаете никто бы не позволил церкви существовать совки как независимая какая-то действительно религиозная организация нет кирилл кто это с чистой воды бандюк но бандюк это же всем известно его прошлое бандитская конечно нужно реорганизации конечно нужно все менять 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 мои хорошие но вот так кому-то это болезненно конечно болезненно но что а что сделать ничего дело не будет иначе дело не будет ой так ну что мои хорошие я вроде так ваши хорошо ваши вопросики почитала натали натали пишет наташенька спасибо за эфир вы мне сегодня снились мои хорошие это вы наверно пересмотрели ютуба если я вам уже снится начинаю надеюсь я вас не пугала ночью это был не не сон ужасов я очень надеюсь да ну если кому-то приснюсь в каком-то страшном сне а вот можете смело это вот умываться водичкой утром святой да и говорить куда ночь туда и сон так так ну что я думаю как бы последние новости мы все-таки с вами обсудили да вот и по церкви обсудили по казахстану принципе наверное все самое важное действительно мы с вами обсудили я думаю для нашего с вами вот этого эфира эфира чашечка кофе в принципе нормально достаточно спасибо вам мои хорошие за эфир спасибо за встречу за то что приходите комментируете пишите ваши вопросы будем жить все будет хорошо обязательно увидимся вот до новых встреч и до новых встреч и ну вы же в курсе украина победил точно 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 все потихонечку разруливается уже скоро мы окончательно поставим точку уже скоро все будет хорошо все будет хорошо в общем жизнь такая только держись но мы же держимся на какие варианты какие варианты нет варианты люблю целую